Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 10 апреля, вот еще один день пролетел. Сейчас мы посмотрим, какие у нас комментарии и вопросы за день накопились. Отвечу на них и буду дальше заниматься своими делами. Вот сегодня тот период, когда я решила начать рассказывать о массовом выращивании рассады в тоннелях и выложила видео, как я грядку готовлю для тоннелей, что все очень просто, никаких дополнительных расходов нам не нужно. И как выглядит рассада для этих тоннелей. Все, кто посмотрел, увидели, что она такая крепенькая, зелененькая. И вот комментарии к этим видео. Это основная наша сегодня масса. Вот Альбина Николаевна пишет. Чудо, как хороши. Да, вот эти, я говорила, что я выбираю специально вот такие толстоногие сорта для выращивания в тоннелях, что только они там выдерживают, вот такие похолодания. Они выглядят вообще, ну, как куклята. Они низенькие, толстенькие у них ножки, такие ярко-зеленые листья. Вот эти вот сибирские все сорта, они так красиво в рассаде. И именно их большинство людей у нас и любим высаживать, выращивать, потому что климат у нас непредсказуемый. Именно их легко выращивать в рассаде для продажи, потому что они не вянут. Они мало того, что плохо подмерзают, но почти похолодание на них не действует. Они еще при продаже не вянут. Они вот так же красиво, ярко-зеленые листья. Кто вот их продает на базаре, они так выглядят. И во время продажи очень удобные сорта. Так, это вот про грядку Елена Мужикова пишет. Спасибо вам. Виктория Вакарчук пишет. Кто-нибудь объясните, что делать? Ставлю лайки, они исчезают. Почему? Вот я ей написала, что я про лайки вообще ничего не знаю. Я даже не уверена, что я знаю, что вообще такое лайк. Лайк это вот это, наверное, пальчик вверх. Где они отображаются. Ну вот с технической стороны я вообще такая темная. В этом канале ничего не знаю. Ну, тут я вам не советчик. Тут вот пишет Лиза, закройте, откройте видео, увидите, что лайк на месте. Я этого ничего не знаю. Я говорю, что я вот сижу в своем огороде, там я знаю все. Как вот сюда захожу в компьютер, здесь для меня темный лес. Вот пишет Кубанское подворье, которое часто к нам заходит, что посмотрела ролик, думаю, чего я собралась пикировать в ящик. Тоже грядку попикирую. Грядка у меня высокая, теплая, прикрою укровным материалом и все. Конечно, если сейчас позволяют погодные условия, то лучше их распикировать на волю. Там рассада получается намного здоровее. Ну, я уже все это говорила. Постоянно на солнце, и там ей никаких грибковых заболеваний, ничего. Елена Верткова пишет. Оля, спасибо, у нас хмурое небо, а у вас такое солнце и птичий гомон. Вот эти птицы все мои. Знаете, какие мои, как понять? Вот эти все птицы, которые щебешат на видеоролике, они все живут в одном доме с нами. Это, конечно, сложно представить, но когда мы построили новый дом, ему 20 с чем-то лет, у нас предыдущий старый сгорел, и вот начали селиться туда птицы, и вот в крыше, там, где шифер какие-то, вот щели, сначала было немного, потом больше, сейчас у нас вся крыша забита вот этими гнездами птичьими, воробьинами. Их там такое море живет, вот их там много. Они так поют, выйдешь вот сейчас весной, летом, они так щебечат, у них там яйца они откладывают, эти птенчики маленькие рождаются, несколько раз вываливались оттуда из гнеза, вот такие маленькие, лысенькие, голенькие совсем, ой, такие нехорошенькие, они пока без перьев-то страшненькие же, когда рождаются. И вот эти птицы, которые щебечат, это птицы все мои личные, мы живем с ними в одном доме, у нас одна прописка, они никуда не улетают, они живут у нас и зимой, и летом, вот. Ну, конечно, щебечат иногда очень. Так, вот пишет Наталья Секерина, новичок, учусь, спасибо, красавцы-растишки, это про рассаду. И Наталья Ковалева пишет, меня как раз голос и привлек, все, что вы говорите, тоже, ну, это про то, что там кому-то голос мой сильно не понравился. Посмотрите, Наталья Степановна, Степановна пишет, если во время заморозков дополнительно укрывать агроволокном, не пробовали, чтобы не подмерзала рассада. Ну, вот смотрите, я потом дальше, когда буду показывать вам устройство этих тоннелей. Ну, агроволокно, я как поняла, это и есть, это не тканка. Там у меня будет и вот эта нетканная ткань, и полиэтилен, и потом еще второй слой. Но бывает, у нас когда сильно мороз, до минус 7 было один раз, мы сверху даже прикрываем тряпками, вот в ночь заморозка один раз и половиками, и покрывалами прикрывали. Это знаете, кто на что гораст, смотря какая будет температура, иногда и одеялами приходится прикрывать. Но это бывает, конечно, редко, не каждый год. Но когда температура понижается, бросаем на этот тоннель сверху все, что есть. Наталья Денисова пишет, кто-то съел сердцевину у томата, остались одни семидольные листочки, будет толк или выкинуть. Но вы это не знаете, пока нужно все равно ждать. Если там точка роста не съедена, он появится, листик. Если ничего не появится, значит там все съедено. А ниже семидольных листиков там не будет никаких непасынков, ничего. Если все отъели, подождите маленько. Пишет вот Ольга Ермакова из своего опыта. Я балконный огородник каждый год одну и ту же землю использую. Вот кто хочет про повторное использование грунта, пишет, добавляю свежий покупной грунт, кокосовый субстракт для рыхлости. Но вот кто хочет, прочитайте комментарий большой. Вот пишет Диана Салемугареева. Можно ли в тоннеле высадить томаты на постоянное место? Конечно можно. Я вот хочу нынче как раз все показать, потому что я так делаю часто. Я сейчас буду, когда делать первый тоннель, я хочу сделать один вот для такого, ну для загущенной посадки, именно рассады, а другой хочу сделать в это же время высадить пореже свои томаты, которые уже оттуда никуда не будут. Это будет постоянное место. Вот по тому, кому же принципу закрыть, все прикопать. И первый месяц, ну или хотя бы три недели вообще их не открывать, не трогать. У меня один раз я так высаживала, ну я зря высадила, высадила высокорослые томаты. Они просто начали в высоту расти, потом они завалились, они зацвели, открывать было холодно. И они приросли вот эти стебли корнями к земле, потому что там же влажность. Теперь я вот ученая, я знаю, что высокорослые не нужно в тоннеле высаживать. Я высажу детерминатные, низкорослые, вот эти же, которые будут у меня на рассаду, на продажу, но только я высажу для себя, которые буду потом открою, но колышком привязывать не буду. Они у меня вот так, вот это небольшое поле, грядочкой будет расти. Да, можно, конечно. Вот смотрите, Любовь Королева пишет, нынче тоже хочу попробовать от про тоннели. Если вскоре, после посадки, теплые дни, нужно открывать для проветривания или не обязательно? Для проветривания нужно открывать обязательно, потому что начнутся теплые дни, если не открывать, рассада вся там сгорит, потому что солнце иногда бывает еще опаснее, чем похолодание. Открываю с двух торцов, это у меня обязательная процедура, каждое утро встала утром, пошла, перед тем, как поесть, перед тем, как что-то сделать, я иду, открываю тоннели, потому что иногда на полчаса опоздаешь, там так, как в духовке, открываешь, и оттуда прям пар идет, там очень большая температура, так как там маленькая площадь, это не теплица, там быстро-быстро, вот этот маленький объем воздуха быстро накаляется, очень жарко, открывать обязательно. Вот Ольга Лейкина пишет, что рассада вот это, как солдатики, но я пишу, они и есть настоящие солдатики, им скоро на передовую. Так, так, вот вопрос, Валентина Васильевна спрашивает, а где вы все это продаете? Ну, я отвечаю, здесь же, где стою, здесь и продаю. Приходит человек, я вот с этой грядки прям выкапываю ему, там что, в тазик или во что-то, и прям продаю. Тут про эти дорожки все. Вот Екатерина, Екатерина Климентьева пишет, птицы щебечут, как в заповеднике, но я тоже рассказывала, что у меня птицы, это все наши, живут в нашем доме, мы с ними, существуем уже очень много лет вместе. Вот Марина Котлицкая пишет, что если прорыхлить грядку и сверху накрыть целлофаном, грядка будет готова, прогрев глубже получится, и влага сохранится. Конечно, это очень хороший метод, потому что я так очень часто делаю, когда, видели, наверное, у меня в теплице, я когда вскопаю в теплице и сразу кидаю туда пленку, чтобы не испарялась влага. Но на улице я этого не делаю, из-за чего. Просто-напросто, там влаги у нас очень много и так, и я вот, если перед, как сказать, перед тем, как мне высаживать, за день или за два выкапываю, она не успевает высыхать. Ну, просто из-за того, что лишнее время терять, вот эту пленку растягивать. Обычно в этот период, когда теплое окно, он и так прогревается хорошо, земля, вот мы сколько раз высаживаем, прям раздетые ходим, жарко делается, хватает. А вообще, конечно, пленка поможет и прогреть, и влагу сохранить. Если захотите перекопать пораньше, то это очень удобно. Целлофаном прикрыл, и все, оно там как законсервировалось влага. И в любой момент пришли, сдернули. Вот пишет Валентина Королева, что в Новосибирской области ночные температуры минусовые, но у нас тоже минусовые. Так. Вот Татьяна Иванова пишет, в 17-м году в июне у нас было минус 10. Много что замерзло, а помидоры только по краям в теплице. То есть, ранее укрылось наутбордом. Вот у нас, кстати, в 17-м, два года назад, у меня тоже в тоннелях, вот по периметру, по краям подмерзли вот эти в тоннелях томатики. Ну, там вообще без подогрева, просто прикрыто вот этими пленками. Татьяна Григорчук пишет, желаем, чтобы ручки ваши не опускались, а те люди, что пишут гадости, пусть идут лесом. Ну, это да. Ну, Татьяна Иванова пишет, что считая дебилизмом, что тротуар на земле в огороде прокладывать. Ну, это личное дело каждого. Кто-то, может быть, правда, любит, не замаравшись, что-то сделать. Ну, и вот про это, наверное, это в ответ отголосок про капусту изъеденную, что профессор на лекции 30 лет назад говорил, выбирайте яблоко, проверенное, попробованное червяком, в нем нет химикатов. Это всегда так говорят, что если яблоки целые и не червивые, значит, с ними что-то не то, раз даже черви их не едят. Так. Вот про эти же, про тоннели, что скажите, нужно пленкой укрывать или укрывным материалом. У меня есть вот зимние, я не знаю, очень, про тоннели очень много подробных зимних, там и чертежи, как я делаю, я уже рассказывала, что я первый слой делаю двойной. Укрывной, не тканка тонкая, и полиэтилен. Укрываю, а потом сверху второе, как вторые дуги. Иногда делаю, иногда нет, но делаю первое, двойное, и то, и то, потому что один укрывной, он термос не сделает, он же проветривается. Нам надо именно там создать термос, тоннель вот этот, чтобы не проветривалось, там ничего, чтобы там скапливалась вот эта жара. А одна пленка, ну, можно одну пленку, но она, одна пленка не так, как сказать, она может, пленочка порваться где-то, задеть, потянуть, и дырочка опять будет. Я потом позже все объясню, вот так сидя у компьютера, сложно объяснить эти все слои, но все материалы есть на канале. Кто интересуется, отлистайте назад, я в январе или в феврале уже начинала на эту тему все-все подробно рассказывать. Так, вот Ольга Лейкина пишет, Ольга, как точно про это теплое окно подметили? Я как-то не задумывалась, я действительно, я в этот период каждый год морковь высеваю, в прошлом году не стала сеять, решив, что я ведь в Интераплюсь, а потом, как не поедем на дачу, снег лежит. Вот я вам и говорю, что вот этот период теплый пройдет, а потом в мае будет еще очень долго холодно, у нас в том году и град шел, и снегом все припорошило, но вот кто успел вот в этот теплый период высадиться, что-то сделать, все эти всходы потом получаются самыми первыми, и они уже, даже морковь посеяв в этот период, эти семена хотя бы лежат в грунте, они уже набухли, они уже проклюнулись, морковка же вообще не боится холода, и как только наступает тепло, люди выходят сеять, а у тех, кто посеял, они хоп, и уже вот она выросла. Наталья Усачева пишет, что притеняет такой сеткой, вот как я была в видео про притенение, свой огород в Подмосковье, что они бывают разной плотности, можно выбрать плотность в зависимости от солнечности региона, но у нас такого выбора нет, у нас вот она одна такая продается, и то первый год, и на том спасибо, я много лет ждала, искала, когда привезут нам эти сетки, вот в прошлом году первый раз увидела, ни о каком выборе у нас, например, но если в больших городах, то наверное можно выбрать, вот пишет Ольга, хочу прочитать ее комментарии Лейкина, что меня вот такие комментарии очень радуют, что у человека когда получается, он рад, пишет, здравствуйте, хочу вас поблагодарить от всей души, не слушайте никого, кто пишет гадости, в прошлом году заказывала семена, смотрела ваше видео, выращивала томаты вместе с вами, могу сказать, что такой крепкой рассады у меня ни разу еще не вырастало, да, какие-то сорта не совсем удались, но это мое упущение, у меня и раньше, как мне казалось, был хороший урожай томатов, но в прошлом году это было что-то, я томаты обожаю, как сумасшедшая, ела бы и ела, и наконец-то наелась впервые, больших мясистых томатов, я обожаю и соленые томаты, но солить не умела, невкусные получались, а в прошлом году солила с вами, и не стыдно гостей угощать, хвалят вкусные, и сама с удовольствием ем, и вяленые у вас научилась делать, тоже очень вкусно, от души благодарю за то, что учите, вот так приятно, такие комментарии, что человек, например, раньше не умел, а теперь он и это может, научился делать, и это, и вырастил больших мясистых томатов, и наелся, и насолил, мне очень приятно, я вот написала, Оля, я рада, что у вас все получается, если бы у всех так, я была бы очень счастлива, хочется всем рассказать, всех научить, но конечно, получится не у всех, с первого раза, и объем времени, который мы можем затратить, вот на обучение, на прием информации разный, и разная степень, ну как заинтересованности, кто-то хочет, ну не очень, а вот у кого большое желание, тот обязательно всему научится, вот Галина Амон пишет, что таким чисток-плюйком, объяснять ничего не надо, им же неведомо, снять помидорки с своей грядки, а вы ко всем плюсам, еще и красавица, здоровья и долголетия, спасибо Галина, но это вот про то, что ручки у нас грязные, у некоторых бывает иногда, пишет Татьяна Зубкова, тоже работаю без перчаток, не считаю, что это плохо, а руки-ногти можно обработать, когда будет нужно, да, когда нужно, я даже и наклеиваю, вот мне надо было идти в кафе на день рождения, делала накладные ногти, и шла, потом просто их убирала, красоту можно навести прям за двое суток, за один-два дня, можно все сделать, ресницы наклеить, и ногти прийти, и сесть как Барби, а потом опять в струй, это кто умеет, женщины, все могут себя привести в порядок, так, вот пишет Екатерина Кланду, лишняя возня и лунки слишком близко, ну это личное мнение каждого, вы имеете право на свое мнение, так, вот смотрите, Наталья Габова пишет, Ольга, посоветуйте, пожалуйста, чем подкормить рассаду для крепости и коренастости стеблей, очень уж хилые в этом году, рассаде месяц небольшим, стебель тонкой, сама вся разного размера, я завтра буду делать первую подкормку, хотелось сегодня, но я не успеваю катастрофически везде, и потому что ночи холодные, приходится вытаскивать по очереди рассаду, один день одну, другой день другую, чтобы она не истончалась, не вытягивалась, вот я протаскаю полдня рассаду, потом туда-сюда, завтра буду делать подкормку, Наташ, и я выложу видео, вот эта подкормка, она подходит любым, у кого хилые, у кого не хилые, я буду подкормливать те, которые уже взрослые, которым уже нужна подкормка, но она безобидная, вот комплексное удобрение, и вы, это видео как раз утром выйдет, посмотрите вы, наверное, мой ответ, вы посмотрите, и сделаете, она очень простая, обыкновенная, фосфор, калий и азот, может и укрепиться, но я буду подкормку делать, я расскажу, так, Ольга Гранкова пишет, что в Архангельской области горячая пора начинается в мае, мы пока еще все в ожидании, как будущие мамы, так, Ирина Горшкова пишет, вообще, когда увидишь, как вы выращиваете, хочется сделать не хуже, просто понимаешь, личной опыт привычки, не дают такого результата, ну да, конечно, я много-много лет, у меня тоже было очень много всяких ошибок в молодости, я обжигалась и сгорала на солнце, у меня и замерзало, и я не понимала, почему у меня не получается, как у моей соседки, бабы Ани, было так обидно, что у нее все там в огороде прет, хотя я ее в огороде никогда не видела, она, оказывается, вставала в 5 утра, и когда мы еще спим, все это успевала сделать, а я думала, что у нее все само растет, теперь у меня тоже вот так же все растет, но жизнь прошла, в обучениях в этих лет 30 точно огородничество прошло, я хочу, чтобы вы всему этому научились в более короткие сроки, мне просто молодых девчонок жалко, которые вот, ну, например, только они семью создали, ребенок маленький, хочется свое и то и другое вырастить, а не получается, я хочу, чтобы у всех все получалось, и получалось не как у меня, чтобы это не растянулось на десятилетия, на 10 или 20 лет, а чтобы год, два, чтобы мы огородную азбуку все прошли, вот эту вот, самые азы, а потом уже принялись за огородную академию, возможно, что-то и посложнее будем учить, так, ну вот, Ирина Горшкова пишет, что 10 апреля можно ли посеять томаты, я вчера только говорила, что можно посеять в апреле, и томаты я тоже называла, вот ей правильно, Елена, отвечает, что так, только вчера посеяла, если будете сеять, выбирайте средне-ранние и ранние, что позднеспелые, уже лучше, конечно, не сеять, они, конечно, вырастут, но они не созреют, придется зелеными снимать, томаты еще 7, я сеяла в какие-то годы и 20 апреля, надо сорта поудачнее выбрать, чтобы они были, ну как, раннего срока созревания, чтобы они долго не висели, и все вполне можно, так, вот Оксана пишет, с детства в огороде босая с голыми руками, вообще в перчатках работать не умею, я понимаете, я вот в перчатках работать умею, я тоже за то, чтобы, конечно, и руки беречь, и все, но иногда, когда вот работаешь с рассадой, например, пикировка или что, ну вот как-то вот этот крошечный сеянец брать в перчатки, я его не чувствую, а отщипывать корешки, вот эти вот, я когда пикирую, но я вот только вот этими ногтями, у меня вот постоянно эти ногти черные, на большом указательном, потому что я щиплю, щиплю их, а объем работы большой, и просто-напросто, постоянно в земле, в земле, иногда одену перчатки, когда вот перемешиваю грунт, например, когда намешиваю, перегной, я тоже пользуюсь перчатками, но растения не чувствую я в перчатках, и я обязательно их снимаю, ну вот Инна Всюгова правильно написала, что, а вместо отсутствующего маникюра или мраморных дорожек, я бы поинтересовалась, Оля, а у вас с такой огромной работой остается время на отдых, на отпуск, от души бы за вас порадовалась, если бы узнала, что вы съездили в турпоездку, или отдохнула в санатории, ну вот Инна, порадоваться вам не удастся, никуда не планирую ехать, ни в турпоездку, ни в санаторий пока, ну пока нет возможности по времени, потому что, если я уеду, например, летом, вот сейчас, у меня, во-первых, засохнет весь огород, кто будет поливать мужчину на работе, они могут забыть, об этом не подумать, и я буду там сидеть, как на иголках, лучше я уж не поеду, чем там нервничать, две сколько или недели, но вообще у меня есть мечта куда-нибудь отправиться, но это я буду ждать, когда внучок подрастет, ему сейчас 4 года, хотя бы лет 10 будет, тогда мы с ним поедем, мы будем проситься в гости, в гости ко всем, ко всем, вот кто ко мне заходит на канал, кто в каких городах, я уже запланировала, что буду спрашивать у него, Марк, вот какой город ты хотел бы увидеть, например, Нижний Новый город, хочешь, мы с тобой поедем и узнаем, там вот узнаем, эту самую, историю древней Руси, походить и рассказать ему, как там раньше люди жили, или, например, хочешь съездить в Москву, мы съездим, или в Петербург, и если он, например, какой-то город выберет, я буду напрашиваться в гости, помогите нам, потому что я ни разу не была ни в каком другом городе, кроме Бейска, я даже боюсь, если честно, чтобы люди помогли нам хотя бы там или гостиницу забронировать, или что-то, но чья-то помощь мне нужна, я одна не поеду, я как ребенок в этом городе, могу заблудиться, или меня обманут там, планы есть, но это будет лет через 3-4-5, когда ему будет интересно что-то съездить, что-то узнать, потому что я сама для себя мне ехать и не хочется, а вот расширить кругозор ребенку маленькому я бы хотела, с вашей помощью, может, мне вот очень интересно съездить в какую-нибудь другую республику, например, Татарстан, говорят, там так красиво, или даже в какую-нибудь более экзотическую, например, в Чеченскую республику, но это мечты, может быть, я побоюсь и никогда никуда не поеду, вот Инна Устюгова пишет, вокруг вас осталось сообщество единомышленников, вы делаете для нас бесплатную работу, подсказываете, знакомитесь, делитесь опытом, это бесценно, но кто-то всегда ходит с ложкой дегтя, я даже так представляю, такой человек сгорбатился, с ложечкой дегтя идет, как бы плеснуть, в какое время выбрать, так, а вот Любовь Ефимова, это совет, может быть, кому-то пригодится, я не вырываю салат с корнем, а срезаю листики, ножницами аккуратно, и он выпускает новый, и обновляется, ну вот пишет, Елена, я тоже делаю так, я тоже, кстати, ну просто хожу, общипываю, а он растет и растет, но потом он, конечно, состарится, ну вот пишет, Алла, что, а разве тротуарная дорожка, это принципиально богатство, я не поняла, принципиально богатство, но вот я и объясняю, и про дорожку-то тоже, вот кто-то говорит, что, например, нужна, кто-то не нужна, а я просто, вот у нас чисто из практических целей, я вот написала, что в нашем регионе это считается вообще лишними расходами, вот арифметика проста, я получаю пенсию, например, 9 тысяч, 3,5 за коммунальные услуги отдашь, у нас электроэнергия, интернет, все это, вода, и 2,5 у меня, как и у других, у большинства наших жителей, уходит ежемесячно на лекарства, у меня вот это и астма, и щитовидка, ну, короче, 2 тысячи в каждом месте я трачу, и когда встает выбор, вот на оставшиеся, вот эти 3, 3,5 тысячи, что купить, или внуку новую сапушки, или продукты там, или купить тротуарную плитку, я даже задумываться не буду, зачем мне плитка, я без нее хорошо хожу, я вот обрисовала стандартную ситуацию, которая в большинстве регионов, наверное, вот в провинции, у нас почти у всех так, зарплаты низкие, такие же, как пенсия, вот у женщин 9 тысяч, у мужчин там 12, 15, 15, ну, какие эти деньги, какие нам плитки, мы босиком будем ходить, будем беречь обувь, как раньше, чтобы не сшаркивалось, и из экономии обуви ходим босиком, ну, вот она пишет Алла, Оля, я также и говорю, что это не богатство, дело каждого, у нас на Москве тоже не у всех дорожки, но там все равно ближе к центру, наверное, чаще, я вижу там какие-то дорогие теплицы установленные, вот все это для красоты, у нас иногда люди содержат, ну, держат, занимаются огородом, чисто вот из практических соображений, чтобы кормить семью, чтобы не покупать на базаре, на базаре очень дорого, несмотря на то, что вот у нас городок такой небольшой, цены очень дорогие на базаре, привет всем единомышленникам, любителям работать без перчаток, тоже люблю землю чувствовать, также любителям ходить босиком, девочки, спасибо, что поддерживаете Олю, приятно, что много адекватных людей, остальные пусть идут лесом, другие каналы, это Галина Фокина написала, и Ольга Гранкова, я ваша, Олина и двиномышленница, работаешь только голыми руками, иначе не могу, не могу не чувствовать землю, и бегающая по своему поместью, босиком и в купальнике, ах, какое наслаждение, и Лена Верткова тоже пишет, Оля, поддерживаю вас, три года назад надела платье, а так как первобытная, бегала по участке в купальнике, вообще не могла в одежде ходить на дачи, я тоже раньше всегда ходила только в купальнике, сейчас уже вот из-за щитовидной железы врачи стали рекомендовать, чтобы не загорать сильно, вот это солнце, возможно провоцирование вот этих всех, ну вы знаете, там онкологии, кожи, я стала одетая, но всегда ходила, спасибо всем, вот кто меня поддерживает, кто понимает, ясно, что мы собрались здесь, вот на огородном сайте, не для того, чтобы там колоть друг друга, а чтобы советовать друг друга что-то, делиться какими-то, может быть даже неудачами, но в той тональности, что, чтобы другие помогли, например, вот некоторые пишут, у меня вот это не получается, все тут же, быстренько дают такие хорошие советы, так вот про это, про загнутые листики, скручиваются листики под себя вовнутрь, вот смотрите, у меня тоже, очень часто, дома я когда выращиваю, и когда большие, вот они сейчас стали, некоторые сорта, почему-то, скручиваются вниз, я вот завтра хочу, подкормку сделать, комплексную, потому что, вот правильно здесь, пишет Ольга Гранкова, что, возможен неправильный уход, не хватает питания, и сложно выявить, какого именно элемента ему не хватает, я вот про это хочу сказать, интересно, стоит рассада в одинаковых условиях, какой-то сорт крутит вот так внутрь листочки, а какой-то, у какого-то листья прямо, возможно, это бывает так, что разные сорта по-разному реагируют, я всегда, вот когда у меня скручиваются листья, я всегда грешу на то, что дома все-таки сухой воздух, и какие-то есть сорта неженки, которые не выдерживают, но вполне возможно, что именно им чего-то не хватает, и правильно, вот Ольга заметила, что выявить, какой именно элемент не хватает, иногда очень сложно, вот чуть-чуть, вот они вот так вот, да, внутрь сгибают, они ничего у них, нет вредителей, я знаю, что у них никаких, не свет, не меняют они цвет, они сильно не меняют и форму, не коробят их, а просто вот внутрь немного как бы закрывают свои ручки, вот так вот, листики эти, я завтра буду делать комплексную подкормку, но я вам хочу сказать, вот Елене, что в этом обычно ничего страшного нет, я замечала, вот много лет же наблюдая за рассадой, что после высадки в грунт, новые листья, которые нарастают уже после этого, они все расправляются и уже получаются нормальные, не загнутые, ничего, может быть они вот так реагируют на неподходящие условия, да, наших жилищ, и может быть, бывает и кислотность, грунт им не нравится каким-то, бывает, что это сухо, жарко, бывает, чего-то не хватает, какого-то элемента, иногда и до самого конца не поймешь, что ей нужно, вот как только высадишь в открытый грунт, ну или в свободное помещение, там в теплицу, раз, и нарастают листья уже нормальные, этот же томат, так что, можно сделать просто комплексную подкормку, в которых есть все макро-микроэлементы, у которых есть